Три секунды. Именно столько времени достаточно, чтобы в корне изменить исход боя. Боевое самбо – быстрый, динамичный вид единоборства. На прошедшем 27 апреля турнире молодые бойцы показали всю красоту этого вида спорта. Вырвать схватки и победил этот шаг. Старой Кирилл Павлович. Боролся в три схватки. Финальная была самая тяжелая. Был победу на последних секундах. Проигрываясь со счетом 2-1. На последних трех секундах прошел ноги и заработал 2 балла. А что помогло тебе собраться и вырвать победу? Наверное, поддержка тренера, который стоял, орал. И по эти последние секунды иди в ноги. Вот, я пошел. Все получилось. В Международной Олимпийской Академии Спорта состоялся 10-й турнир по боевому самбо памяти российских воинов, погибших в чеченском конфликте. Выступали юноши 14-15 и 16-17 лет. Юбилейный форум оказался самым представительным. 11 городов Нижегородской области и 9 регионов Российской Федерации представили около 150 своих бойцов. От Кстову выступали в основном воспитанники тренера Ивана Михайловича Фролова. И выступали успешно. Шесть человек попали в финальную часть турнира. Самыми сильными соперниками к Ставчан стали бойцы из Рязани, Тулы и Чебоксар. Нам хочется отметить, что в следующем году мы хотим делать этот турнир уже официальным, который будет в сетке турниров, всероссийских турниров Всероссийской Федерации Самбо. И я думаю, что этот турнир мы сделаем, наверное, по-взрослым, так как все-таки, наверное, взрослый турнир привлечет внимание более количества зрителей. И плюс мы, наверное, увидим или чаще, скажем так, будем видеть своих кстовских спортсменов, которые дерутся у себя дома. Специально для турнира, воздавая долг памяти, кстовские самбисты подготовили стенд с фотографиями земляков погибших при выполнении воинского долга в чеченском конфликте. Сейчас наша обязанность воспитывать молодое поколение именно в духе патриотизма, на примерах тех героических подвигов, которые совершили ребята в Чеченской республике, в других республиках Закавказья, в других локальных войнах. Возраст ребят, выступающих на этом соревновании, как раз допризывной и призывной. И поэтому многие из них пойдут служить в армии вооруженной силой. И вот как раз вот эти умения, навыки и качества, все это пригодится им в будущем, уже будучи военнослужащими в рядах любых родов войск нашей доблестной армии.